Я сейчас прошу закрыть небо. А если у вас нет сил, мощи закрыть небо, то дайте мне самолеты. В переводе с Зеленского закрыть небо значит ввести бесполетную зону. Это значит, что НАТО придется отправить свои истребители туда, где господствует российская авиация. Совсем не то же самое, что издалека накачивать страну с писанным оружием и упражняться в антироссийской риторике. В альянсе это понимают и на требования о закрытии неба и на просьбу прислать боевые самолеты благоразумно закрывают глаза. Именно поэтому мы четко дали понять, мы не собираемся пересекать границу Украины ни по земле, ни в воздухе. Обеспечение бесполетной зоны сбиванием российских самолетов закончится полномасштабной войной в Европе с вовлечением гораздо большего числа стран и причинением гораздо больших страданий. Единственный способ фактически ввести бесполетную зону – отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины, избивать российские самолеты. Это может привести к полномасштабной войне в Европе. Президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся вступать в войну с Россией. Я должен быть честным, об этом я говорил Владимиру Зеленскому пару раз. К сожалению, сбивание российских самолетов в бесполетной зоне над Украиной вовлечет Великобританию в войну с Россией. Мы не можем на это пойти.